Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочарова. Магнитогорские подвели итоги социально-экономического развития города в минувшем году. Так, предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работа и оказано услуг на сумму почти 422 миллиарда рублей. Это выше уровня прошлого года почти на 17%. Доля ММК в общем объеме отгрузки составляет 74,5%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города выросла на 6%. Однако с начала 2015 года выросло и количество безработных на 674 человека. Все больше горожан встают на учет в Центр занятости населения для получения пособия и поиска работы. Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат отмечает день рождения. История Магнитки началась с пуска первой доминой печи. Ее задули в ночь на 1 февраля при 40-градусном морозе. И уже почти через сутки дом навыдала первые 24 тонны чугуна. Через короткое время были пущены первые мартеновские печи, а затем прокатные станы. Сейчас металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии. Из Магнитки в Санкт-Петербург и обратно. Новый прямой рейс появился в Магнитогорском аэропорту. Вылететь из города металлургов можно по средам и пятницам в 5.05 по местному времени. В аэропорт Пулково борт прибывает в 6 утра по местному времени. Вылет из Санкт-Петербурга по вторникам и четвергам в 23.00 по московскому времени. Все это делается, конечно, в первую очередь для удобства жителей города, для развития в целом деловой активности между регионами. Данный вид авиасообщения позволяет удобно совершать командировки. Цена билета в одну сторону около 9 тысяч рублей. В Магнитогорске продолжают обучать пожилых людей компьютерной грамотности. Преподаватели познакомят с устройством и принципами работы компьютера, расскажут о вредоносных программах, научат пользоваться интернетом, в том числе для оплаты коммунальных услуг, заказа товаров и общения в социальных сетях и на форумах по интересам. Занятия будут проходить по адресу улица Дружбы, 22-1. Как записаться на курсы, можно узнать на сайте городской администрации. Операция «Ч» или «Как откопать город» из сугробов. Жители Челябинска решили сами взять лопаты и расчистить улицы. Видео публикуют в социальных сетях и передают друг другу эстафету в режиме онлайн. Лопату я передаю Ольге Давиденко, председателю союза журналистов Челябинской области. Если каждый из нас возьмет лопату и берет там, где живет и где работает, то всем станет лучше. Поможем Евгению Техтелеву врач Челябинска. Одновременно жители отправляют снимки журналистам и общественникам. Активисты молодой гвардии «Единой России» подсчитали. Больше всего фотоотчетов присылают дворы управляющей компании «Ремжилзаказчик». Призвать к уборке решили символичным подарком. Мы подарим эту лопату управляющей компании, чтобы они занялись уборкой снега внутри дворовой территории, на тех домах, которые они обслуживают. Проехать вместе с активистами по заснеженным адресам в управляющей компании отказались, а вот подарок приняли. Тем временем к общему флешмобу подключается все больше челябинцев. Далее о том, какая погода нас ждет сегодня. Я же с вами прощаюсь и желаю легкого понедельника. В Фершанпенуазе сегодня днем столбик термометра покажет минус 5 градусов. В Кизильском районе ожидается минус 2, минус 4. В Верхнеуральском районе сегодня до 5 градусов со знаком минус. И в Магнитогорске без осадка в днем столбик термометра покажет минус 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова